Девушки отдыхают «Залечь на дно» Ты знаешь значение этой фразы? Голливуд идет к чертям Это фильм Роберта Родригеса Так что никто не знает, чем он закончится Таких приключений вы еще не видели Фильм полон неожиданностей Он не похож на фильм про ковбоев и индейцев Крутое кино Если приблизишься к ним, то все, тебе конец Роберт Родригес, режиссер Мы с Квинтином познакомились на фестивале в 92-м Я был там с фильмом «Музыкант», а он с «Бешеными псами» Это был мой первый успешный фильм Мы много говорили, ему понравился музыкант Он смотрел его с видеокассеты, сидел рядом со мной Всем было смешно, потому что он сидел рядом с микрофоном Элизабет Эвилон, сопродюсера жена Роберта Мы сидели в уборной и зашел к Квинтин Мне показалось, что они знают друг друга с детского сада У них много общего, они любят тоже кино Им нравятся фильмы Джеки Чана Суперкоп Роберт вообще его фанат уже много лет Я не знаю никого, кто бы так много знал об этих фильмах Мы делаем с ним похожие фильмы Даже в самых первых наших картинах есть какая-то личная драма Знаете, такое смешение жанров, как в «Криминальном стиле» «Бешеные псы» Когда я работал над «Отчаянными» в «Колумбия Пикчерс» Он писал сценарий «Криминального чтива» Часто заходил ко мне, я рассказывал ему про свое кино Он сказал «Я написал сценарий о мексиканских вампирах «От заката до рассвета» Квентин Тарантино, сценарист Я дал Роберту почитать свой сценарий, как всегда Мы с ним друзья и все такое Он прочел его и сказал «Чувак, это круто!» «Так, все, снимаем это завтра!» Вот бы мне такое написать Джули, ты ее есть На самом деле, эти двое опасны Это такой ураган Настоящие стихи Когда я услышала, что они оба там, я испугалась Не на шутку Тибелиссимо Бруклин Координатор механических спецэффектов Тарантино По мне он просто одержимый Я делал в «Криминальном чтиве» взрыв головы на заднем сиденье Когда я ее взорвал, он сказал «Нет, надо в 10 раз мощнее» Криминальное чтиво Чич Марин Он одержим, он ненормальный Кортни Макдонал Он человек темпераментный Он очень убедителен И если тебе что-то не нравится Он сразу же тебя убедит, что именно так и надо И ты ему поверишь То, как он говорит, не вызывает сомнения, что будет так, а не иначе И, конечно, он в итоге прав И он говорит «Вот видишь, Лоренс Бендер, исполнительный продюсер» Я встретился с Квентином на одной из его работ «Четыре комнаты» Он рассказал про свой сценарий Я сказал «Отлично», тогда это было интересно Он говорил об «От заката до рассвета» Там много из его биографий В какой семье он вырос Он знает Роберта, у которого столько энергии Во всех фильмах он заряжает всех своей энергией И в воздухе точно молнии летают Он может просто посмотреть на кого-то И все И этого хватает Одного взгляда Сальма Хаек Думаю, Роберт обладает сверхсилой Он заставляет всех делать то, что он хочет С улыбкой на лице И все хохочут, хохочут Смайл? Ну, Роберт, он всемогущий Такое ощущение, что мы где-то внизу А он над нами витает Мы как горох Не думаю, что он обладает какой-то силой Просто он молодец Роберт так подходит для этого фильма Потому что он прекрасно знает, о чем фильм Каким он должен быть Точно он сам написал этот сценарий Конечно, он предложил мне быть режиссером Воплотить свои идеи Хотя он все время выскакивал из-за спины и шептал мне на ухо Знаешь, не хочу мешать, но... Но вы понимаете Приходилось с ним считаться Надо вот так, и он показывал, как все должно быть Это фильм Роберта Я просто вношу предложение Открываешь багажник И ты говоришь Ни слова А потом я открываю дверь Дальше мы идем Потом взрыв и все Вы отходите Потом все взрывается Да, будет здорово Если я что-то не хочу делать А потом это срабатывает Он потом говорит Видишь, это я был режиссером У Роберта очень быстрая реакция Он кладет камеру на плечо И его не остановишь Он с ней одно целое Он на полу снимает на спине Вот съемки очередной сцены Сегодня у нас тысячная сцена Большинство режиссеров на 15 неделе Не снимают тысячную сцену А сегодня 13 день Всех поздравляю Тысяча Одна тысяча Джордж Клуни Это очень трудный фильм Расписание довольно плотное Мы пережили все стихии Бурю, пожар, ливень На 15 день мы сняли то, что делают за 10 недель На это способен только Роберт Родригес Грег Некотера и Говард Бергер Пожалуй, из всего, что мы делали Это было самое трудное кино для нас Да Я был не дальше 5 футов от Роберта Все 6-7 недель съемок Он сумасшедший Все время работает, спрашивает А если сделать так? Я говорю, так нельзя А он... Да я забегу в мастерскую, посмотрю, что есть Вот есть голова Да, мы можем это сделать Это же не проблема Роберт не пьет, не курит, не принимает наркотики, не ругается И это пугает больше всего Потому что он всегда трезвый И ясно мыслит Я вижу, как все должно быть Есть компьютерные эффекты Есть также и механика Пошел! Тих Джойнер Из этого стреляет Джули А это оружие Джорджа Клони Надо много дыма в магазине Но никакого огня Мы придумывали бомбы, делали их Приносили их на съемки И уничтожали все, что там было Иногда наша работа Очень опасна Немного жутко, когда ты в здании, где полно бомб Между прочим, Том все время находился в этом здании Когда оно взрывалось Он не хотел выходить Быть тем, кого убили Квентин и Джордж Уж лучше смерть Я и Джордж делали первую сцену фильма И спорили на выходе из винного магазина А позади нас и над нами все взрывалось Пожалуй, это для нас самая опасная сцена в фильме А нас даже не спросили Хотим ли мы этого Все решили за нас Решили, что мы готовы И ничего не оставалось делать У нас была отличная команда Все были готовы много работать Я позволял им добавлять свое В итоге мы все работали на результат Одна сплоченная команда Группа 75% из них работали раньше со мной Или с Робертом Как, например, в проекте «Четыре комнаты» Была такая семейная атмосфера Раньше были такие фильмы ужасов на видео Было достаточно разлить везде лужи крови Иногда дешевые эффекты срабатывают Фред Уильямсон Эти ребята так любят свое дело Они видели все фильмы, которые когда-то сняли Том Савинни Я познакомился с Квинтином Давно на съезде Я был среди гостей А Квинтин Ребенком в толпе Он сказал «Мистер Савинни, хотите посмотреть на видеомагазин, где я работаю? Может, подпишите кассеты? У нас так много фильмов, они вам понравятся» Я сказал «Ладно, и пошел» Я добр ко всем Они могут стать Квинтином Тарантино и Робертом Радыгисом Им от этого плохо в Голливуде Я не вернусь туда и не буду делать то, что раньше Мне нравится работать с камерой Я хочу многому научиться, самому процессу Вот что для меня важно Процесс самое главное Им приходится это делать Они вынуждены пойти на это Никто их не вернет Роберт, точно 11-летний подросток Каждую неделю он чему-то учится Он снимает на неделе и выходные Для меня это мир иллюзий и магии С самого детства я хотел снимать кино Это волшебство Куда бы он ни пошел, он везде с камерой Анжела Ланса Потому что через нее он познает мир В школе ему разрешили снимать матчи по Рэгбе Но Роберт уже тогда думал, как режиссер Он не просто снимал, что происходило Он снимал мяч Отца, у которого на лице было, как ты мог, упустить мяч И его сразу уволили У нас в семье 10 детей, и я среди них старший До музыканта я снимал семейные комедии Изголовные Томми Никс, одноклассник и коллега Он направлял камеру прямо на лица сестер Наверное, с двух лет, как только они могли следить за ним Стив Бушини Квентин всегда подсознательно снимал кино Наверное, лет с пяти Кони за что упел, мама Квентина Квентин все время что-то изображал Делал разные сценки То он был солдатом, то Человеком-пауком, то Бэтменом Лет в пять, в шесть он обожал диалоги Все время говорил разными голосами Конечно, притворялся, что он намного старше Он точно взрослый ребенок Также энергичен и воодушезлен Я увидел Джорджа в «Скорой помощи» Он мне понравился Он отлично сыграл героя То, что нужно Я ему верил Здесь он играет совершенно противоположную роль Я предложил сыграть того, кто доводит людей до «Скорой помощи» Карви Кайтель Джордж очень специфический парень Прекрасный человек С чувством юмора Забирает столько, сколько дает Карви вечно Джордж, одолжи денег Джордж, как ты сказал бы фразу Что-то в этом роде Достает Несмотря на то, что говорит Джордж Клуни Он испугался, когда узнал, что будет работать со мной Джулиетт, милая, всегда стучит мне в дверь Джордж, надо отрепетировать сцену любви Трудный момент Но знаете, таких сцен нет Он был в отчаянии в тот момент И сказал, хотите взорвать меня? Ладно, я буду сниматься Джулиетт самая... Невероятная актриса Она может все И пытается это сделать Если честно, у нее очень мало текста в этом кино Но ее так много Точно фильм про нее Так она играет Кошмар Вот как снимается кино Ты рискуешь Никогда не знаешь, что случится И отдаешь вдвое больше, чем получаешь Мотор! Я сказал Сальме Будешь сниматься с большим питоном Она боится змей Я сказал Иначе не возьму Это был невероятный опыт Если бы Роберт не подтолкнул меня Я бы упустила этот шанс Там было так жарко А он был очень холодный Роберт режиссер, о котором я мечтал Знаете, он такой умный Он молод Пусть целует меня взад Ненавижу его Квентин все время что-то говорит Если он начинает, то все Знаете, он гений Так забавно Это первое, что он написал после вручения Академии Смешно немного Да, правда Само кино – это область Джорджа Клуни Вообще, я не люблю давать интервью И стараюсь не участвовать в документальных фильмах Но Джордж смог открыть мне Путь к тому, как Не обращайте внимания на мужчину за портретом Это второй диск с комментариями Я всегда их делаю, как и в «Музыканте» Отчаянными Они о том, как мы снимаем фильмы Разные интересные моменты Поэтому начнем Эльдорадо Конечно же, с Майкла Паркса Он настоящий техасец Он так увлечен процессом Отлично вживается в роль Его герой Такой реалистичный четвертым Он играл рейсера Я его передразнивал Здесь мы как бы подслушиваем Что он говорит питу через плечо Но на самом деле Майклу очень трудно изобразить Он проявил все свое мастерство И мы были им просто очарованы Он был гениален Это больше в стиле Квентина Тарантино Майклу дали такие длинные сцены диалогом Длинные паузы, характерные вздохи Совсем не как в кино, в жанре экшен Он говорит медленно, не спеша Начинается на шестой-седьмой минуте И заканчивается на одиннадцатой В эпизоде Здесь это целых четыре минуты Он говорит и больше ничего Фактически Я был оператором Снимал весь фильм Потому что Мне так лучше видно, что происходит Для меня через камеру все видится по-другому Я сразу вижу результат Это самый быстрый и понятный способ увидеть то, что получается и выходит на экран Пока стоишь с камерой, можно сменить расстояние, линзу Много всяких моментов, которые все меняют Ну, например, зум Я периодически меняю зум в процессе съемок В зависимости от того, где происходит сцена Я увеличиваю зум или Сменяю позицию камеры Многие сцены я не снимал широким форматом Я приближался к нему и менял позицию весь эпизод Поэтому все сцены с ним я увеличивал зум И урезал пика И менял позицию весь эпизод Медленно наводил на него камеру Точно это широкоэкранный формат Таким образом, я обошелся на съемках без него Есть вариант снимать широким форматом все Или снять так только Майкла Сделай так одну сцену, ловись экран Я менял размер линз во время съемок Увеличивал зум А иногда все время увеличивал зум и не останавливался Медленно приближался Это тоже сыграло роль Майкл, великий актер, умудрялся помогать мне Делал паузы, пока я двигался с камерой Эту сцену я снял совершенно иначе Вот плюс операторской работы Можно столького достичь И не просто быть режиссером Контроль, делаешь нужную скорость Воплощаешь то, что хочешь Для меня очень важно работать с камерой В конце я поставил ее на держатель Потом я увидел, что получилось и сказал А вот держатель Это чтобы получился эффект такой спешки Не совсем идеальный Еще какое-то время я снимал так на держателе Когда появился Джордж, я хотел взять его в быстрый кадр Чтобы создать жуткую атмосферу У Кевина большая голова Так она стала еще больше Квентин знал, что ему надо делать В этой сцене он сделал такой типичный Накал Полный псих с пистолетом Я сначала снял Джорджа Квентин решил, каким будет Питт И потом Понимаешь, что самое страшное позади? Совсем рядом Поэтому он шепнул что-то Джорджу на ухо и отошел Так Джордж выполнил роль командующей силы в этой сцене фильма На самом деле Эта сцена была одной из самых последних К тому времени они так вжились в роль, что им эта сцена далась просто В этом фильме они показали свое мастерство Что они настоящая команда Вся идея Квентина воплотилась Он готов стрелять, а Джордж думает, что делать И ты знаешь, что будет Стрельба Он выстрелит в голову, как хладнокровный убийца Он такой При этом Джордж делает такое лицо, что хочется на этом закончить фильм Многие актеры пытаются сделать то же самое Он смотрится просто супер Отлично всегда смотрит в камеру Я заметил, какие у него глаза, когда он Опускает голову В сериалах камера всегда на расстоянии Глаза трудно разглядеть И неясно, какие у кого глаза Я хотел, чтобы он был другим в этом фильме Я ловил его взгляд Я применил 65 мм для него Заставил его смотреть прямо в камеру У него особый взгляд Он всегда смотрит на кассету в камере для увлажнения Получается, что он смотрит на зрителя Сверху вниз Я был всегда ниже его, сидел на стуле Поднимал камеру на него Таким образом, с экрана он кажется сильным А зритель внизу на коленях смотрит на него снизу вверх И когда он приставляет пистолет к голове, это тоже придает эффект Это помогает ему создать образ негодяя Ты чертову лжец! Джон молодец! Мы сделали на него акцент Слишком много внимания его герою, потому что его так мало Он очень неспокойный парень Я не давал ему расслабляться Он все время играл Все время на нервах, как бешеный И при этом Он сильный, он техасец Он мог спрятаться и сидеть Нет, он полез в сейф Ведь если бы он просто сидел тихо, они бы ушли через пару секунд А он выстрелит и тут Начнется такое Взрыв и так далее Я менял линзы И во время разговора Квинтина и Джорджа Все время менял ракурс До тех пор, пока Джон не достал пистолет Я снял, как бутылки разбиваются за Джорджем Он кричит и при этом стреляет Смотрится очень круто Ричи! Я тут! Это очень маленький магазинчик, они совсем рядом Квинтин смотрел налево, Джордж направо Будто это далеко Мы сделали так, что этот магазинчик казался большим Точно они выкрикивают друг другу издалека Ричи! Я тут! Насчет три Тут много зума со всех позиций, много работы с камерой Я наводил зум, чтобы создать напряжение Все это создано увеличением Я то увеличивал зум, то уменьшал Потом оставил нужные кадры И сделал из них такой Выстроенный эпизод, чтобы передать напряженность ситуации Налево! Был сильный пожар Чтобы его сделать, мы попросили нам помочь Грега Никотера Он специалист по спецэффектам Говори, Грег Хорошо У нас было две команды для этого Были актеры и группа каскадеров Вот исполнитель трюка Кейси, вы видите, на него надевают маску Мы сделали из него мумию, которая стреляет одним пальцем Вот ноги трясутся, на самом деле он сбивает пламя А кто там за ним? А это уже Джино Джино Это как у Нормана? Да, у Нормана Вейна Там тоже он падает назад и бьет ногами Да Что-то в этом есть, когда в фильме дрыгают ногами А тело все еще горит Да, это самый такой момент Даже для тех, кто его тушил Потому что он пинался Мотор! Эта сцена была снята сразу Я думал, будет трудно Мы всегда все режем Снимаем не с первого раза Ждем актеров Тут еще здание взрывается Сняли с первого раза последнюю сцену Я решил, надо хотя бы три камеры на штативе Тут нужно было сфокусироваться на одном И что-то там случилось Первый ассистент сказал, что что-то не вышло Сфокусироваться не получилось Пришлось вернуться Хорошо Я все равно хотел переснять Первые съемки мы ждали день, когда солнце будет На другой стороне Позади меня Мы отсняли этот момент еще два раза На всякий случай Сейчас вы видите конечный результат Вот мы ушли оттуда Закончили снимать Вообще-то мы начали снимать фильм не со сцены в баре А со сцены в отеле Где Джордж Клуни, менеджер, Квентин Первая неделя съемок Они взяли заложницу, а потом забрали семью в отеле А к сцене в баре мы готовились примерно пять недель Потом приехали сюда, начали снимать Все, что вокруг Такое настоящее утро в Техасе И ты тогда был с нами Да Ты сделал руку Мне нужна была рука с дырой На сидении пассажира я с камерой Снимаю Джорджа И я держу эту руку перед объективом Мы все это сняли на улице Там, где снят Джордж Я на сидении пассажира Нависаю над ним Такой момент, чтобы всех шокировать этой рукой, да? Да Надо отдать должное компании по спецэффектам КНБ Отлично получилось И так быстро с этим справились всего два парня Два Если точнее, вы двое Искусственная рука Такой прикол Между прочим, мы с Квентином это придумали Автор сценария Квентин Тарантино Отличная дизайнерская работа Мне нравятся такие вставки Лучшие моменты в фильме Я заведовал монтажером Мне просто так было удобно Я сам придумал, как смонтировать фильм Обычный режиссер снимает сцены И отдает это монтажеру Он все собирает Я просмотрел материал Что как смотрится Я как-то не думал об этом Было время, а я сел и все сделал Я отобрал из всего материала То, что подходило Просто я подумал Как будет все смотреться Тем более, что мы снимали С таким плотным графиком Вот в этой сцене Мы решили замедлить скорость Там, где Джордж Он прекрасный актер Я хотел, чтобы все на это обратили внимание Мы это делали на второй день съемок Я хотел в него вселить уверенность В том, что все будет отлично Я не стал показывать убитую женщину Вскрытую, как тушу в магазине Я хотел отразить это на его лице Потом решил сделать пару вставок Такие страшные вставки с кровью повсюду Пятна крови на стене На подушке Никаких дырок в голове Я позволил ему это сыграть Передать весь ужас только его лицом Показать так то, что он видит Он стоит, видит это Очень напуган, что он убил ее Вставки передают состояние шока Это применяется в фильмах ужасов Конечно, это работа не о серийном убийце О вампирах А Квентин добавил такой элемент Хорошо, отличная сцена получилась Я объяснил Джорджу, что я хочу От этой сцены И он быстро все сделал Мы с Квентином сказали Что на листе бумаги ничего не было Мы включили камеры Он смотрел на лист бумаги с пометкой Где должна была лежать женщина Это была чистая игра Я ему сказал, что между этим будут такие вставки Пока он стоит Я сам делал монтаж Поэтому мне было проще объяснить людям Как все будет Сцены в доме на колесах сняты в павильоне В разных местах А где Джордж и Харви за рулем На улице Мы сняли сначала места, где Джордж говорит с Квентином В фургоне Это сняли в павильоне Они смотрят друг на друга Джордж с ним говорит Все это сняли в разное время Это в павильоне А следующие кадры сняты там, где снимали пар голые титьки В том месте А это снова в павильоне А кажется, что все снимали вместе Вот видите, какой большой Но это только фасад Надписи Стриптиз Мексиканская еда И так далее Мы построили фасад бара На месте высохшего озера Недалеко от Лос-Анджелеса Там жутко жарко Пятьдесят с лишним градусов в тени Это мы снимали после заката Зажгли факелы Создали такой ад Много байкеров Каскадеров на мотоциклах А вот сейчас Будет Чич Массовка пошла Начали Хорошо, Боб Чич Чич Да, Чич Я хотел снять это с одного ракурса Приближаясь к нему Пока он не зайдет внутрь Это пятый дубль Он кричал во все горло С первого дубля он сказал Горячая штучка Мы сделали пять дублей Потом Потом он должен был сказать Цыпочки Цыпочки, лапочки, кобылки, сучки Он все время Менял их местами Потому что забывал В каком они порядке Вот выходит Джордж Он хотел каких-то действий Я их ему здесь обещал Он видел Отчаянного И тоже хотел подраться Это была отличная возможность Побить кого-нибудь Отлично Какие актеры? Джордж, Чич Квентин не упустил свой шанс Он решил добить Чича И добавил ему с ноги Каждый день это был Огромный объем работ Делали грим 15 танцовщицам и каскадерам Каждый день работало по 10 человек И все время Что-то менялось У нас были главные герои Например, Чич Хочу крови И Дэнни Трейхо И еще здоровяк А сколько мы сделали вампир Еще мы выполнили сцены с драками Вот видите Этот грим героев Вампиров И мы еще делали грим массовки Каждый день мы все отрабатывали Я фактически Сам все показывал Как должно быть все в кадре Этот кадр мы делали все утро Долго всех готовы вели Видите, все отдыхают После этого кадра В фильме очень много песен Большая часть из них принадлежит Тито Он знает, как записать песню Позже мы подобрали все под действие Например, когда Джордж входит, играет музыка В этих сценах Задействован Фред Уильямсон И Том Савини Еще один каскадер Он играл у меня в Отчаянных Здесь он играет Бармена Я думаю, он Даже в том же наряде, что и там Тут те же дизайнеры по костюмам Я хотел, чтобы он показал себя Татуировки и Брэс Ему 55 лет Доброе утро, псы Смотрите сюда Здесь я с Томом Савини Это он привел меня в кинобизнес Я жил в Питтсбурге 12 лет назад В 84 Это Грэг Никотера Я знаю его много лет Я старался быть плохим Но Том меня переплюнул В фильме много юмора Я видел Тома каждый день Мы давно не виделись А тут провели много времени вместе В фильме много трюков и кукол Сколько всего мы придумали И для Тома тоже Мы точно в фокуснике кином Видишь одно А происходит другое Вот что мы называем первой схваткой Первая из трех схваток Так мы их разделили, потому что Надо было как-то организовать процесс В сценарии не было прописано Что конкретно происходит Поэтому мы сами Вписали схватка Один, два, три Сделали расписание Вот искусственную руку Пригвоздили ножом к столу А это настоящая рука Рядом болтается нож Он воткнут в дерево Да Он отошел, нож остался на столе Я наложил ему лед на руку Вообще-то я использовал свою руку Вместо руки Квентина У нас не было для этого дублёв По-моему, мало крови Когда мы снимали сцену Где Клуни убивает Трейхоз Я был прямо под Квентином Прыскал на него кровью И Стив Да, Стив Джо И я Мы сделали такие тюбики Наполнили их краской Чтобы прыскать на них Я так боялся, что в итоге Квентин меня зарежет Потому что он так меня нафугал По-моему, даже один раз Он меня случайно задел Я был прямо под ним И прыскал на него кровью Да Я был за тобой И тоже боялся, что он меня зарежет Я тоже был близко с камерой Да, или тебя, или меня Мы оба рисковали Эти три сцены были похожи Друг на друга На них сделан акцент В средних кадрах она в маске Которая надевается поверх Там к ней добавят Ещё много разных деталей Я хочу фотографию Она так двигалась Сначала откинулась назад Мы сняли всё по отдельности Потом соединили, чтобы всё было органично Сделали на компьютере Голова, как у змеи В сценарии было написано, что она похожа на змею Поэтому мы и сделали её такой Мы фактически сняли три сцены Было много скрытого Средняя сцена была очень красивой Она как кобра Да По бокам эти вставки Да, похоже, они вздымаются И при медленной перемотке это видно И последняя сцена, конечно, она была в соответствии с Салмой С её внешностью Удивительно, как она красива без грима Чарт Она красивый вампир Конечно, она красивая, но точно она этого не знает Она ведёт себя просто Стоит ей пройтись, и все на неё смотрят Никто не слушает, что она говорит, когда она гримит Она всегда одна Да, дрожь берёт Есть ещё обратная съёмка Там, где все отпрянули назад В ужасе откинулись назад Я снял это наоборот На самом деле они наклонились вперёд Вот встаёт Дэнни Трейхо Потом здоровяка и Чич очнулся и тоже встаёт Это всё обратная съёмка Дэнни схватился за него и получает пулю Да, ещё три сцены Мы сделали вены по всему её телу Тут они ещё будут Увидите, как вены выбирают на её теле Всё это обычный грим На танцовщицах были контактные линзы Накладные зубы И все девушки кричали Я хочу клыки, потому что они думали, что так у них будет шанс попасть в кадр Как эта голова? Это грим Джена Уайт Отлично, он мне нравится Какой грим? Дэнни Он попал в кадр Забавно, у нас было много частей тела из других фильмов Из криминального чтива в том числе А вот тело Кевина О'Коннера Он наш хороший друг и очень нам помог Мы использовали копию его тела на съёмках А там Норман Он делает трюки Да, из наших Из гримеров Он делал кровь на всех Да, верно, и контактные линзы Забавно, если присмотреться к груди Чича Как он начинает гореть при виде креста В форме креста Да-да-да Это не видно отчётливо, но если присмотреться, начинает гореть грудь В форме креста Рядом с карманом идёт дым Вот такой трюк вышел Он упал, я даже отпрянул с камеры, когда его зрачки лопнули Том Савинни сделал сам этот трюк Он сказал, у меня не так много реплик Я смогу так спрыгнуть со стола, если нужно Я сказал, ладно, давай это снимем Я помню, этот парень с рукой подошёл ко мне и сказал Я парень без руки Так проходили съёмки Обычно мы приходили утром Роберт подходил со своими идеями Мы работали в гримерной, потом всё снимали И так каждый раз Вот такие дела Вот момент, о котором так много говорили Где тает Дэнни Помнишь? Вращающиеся зрачки Да, он долго не мог сделать правильно Тут много всяких движений Камера отходит назад, пока тело тает Смотрится прикольно Он как бы отдаляется и одновременно тает Его тело становится всё меньше и меньше Почти ничего не остаётся Кстати, мы сняли это за день до того, как сделали копию Мы были... Сцена там, где он тает, снята в такой спешке Фильм должен был быть готов на следующий день И я думал, боже, мне нужно переделать последние две секунды Такое случается не только в Голливуде, но и в малобюджетных фильмах Так вышло и с нами Вначале мы сняли везде Салму в гриме И все думали, увидят ли они Салму Или она так и будет змеей Да, я тут ей сказал Салма, это твой трюк С люстрой Сначала она лежит под ней в гриме, потом она снова туда вернулась Люстра бьётся и так далее Вот на неё упала люстра Мы ещё обсуждали, как змея превратится в Салму А потом в скелет Да Вот, видно, идёт дым поверх неё Чем больше приёмов, тем лучше А это может краской Что это? Таблетки? А вот Говард Да, он молодец Согнулся Да, согнулся, сейчас будет Эй, я тут Забавно, ведь мы делали каждую сцену со смертью с разными муляжами Ты был режиссёром фильма и всё снимал, весь фильм Я думаю, это очень помогло Говард, вот его муляж Проказник Сценарий подразумевает много действий, скажем так Сплошной экшен, что-то в этом роде Нам пригодились все люди Надо было соответствовать Кто-то ведь любит фильмы ужасов в жанре экшен Я подумал, что такой фильм можно снять за пять недель Я думал, всё будет ужасно, что повсюду будет грязь Но ничего, всё получилось Это сердце Джейсона Это он его сделал? Да Он придумал это по ходу съёмок Его должны были просто убить А вместо этого из него вынули сердце Он подошёл ко мне и сказал «Знаешь, его не убьют, пока живёт его сердце» Да, верно Мы решили вставить в него карандаш Для взрывов у нас были маленькие тюбики Да, такие тюбики, чтобы тела могли взрываться Да, вот группка вампиров Самые ярые Столько всего с ними Сцены с таянием, визуальные эффекты Снимались по отдельности И брали актёра Снимали один элемент Потом всё убирали, снимали снова После этого снимались с зелёной краской Добавляли всякие разные цвета У нас была жидкость разного цвета, которая выливалась из тел Поэтому, когда всё это было вместе Было похоже, что это исходило из человека Это такой гель с краской, с разными добавками И на довершение ко всему Был ещё, конечно, и дым Ещё такой звук Много зелёной крови Мы думали, будет плохо, но оказалось, зелёная кровь Это круто Да, придаёт нечто дьявольское Мы работали над похожими созданиями несколько лет назад Тогда мы решили, если она не красная, то не обязательно Это будет менее отвратительно Из всех трюков, таяние самое жуткое Да, мы смешали много красок, чтобы образовать эти лужи и само таяние Да, это схватка номер один Схватка номер один Да-да-да, там столько всего мы много сняли Я думаю, что первая волна женщин-убийц отняла у нас целый день Да, целый день съёмок, много трюков, грима и так далее И там взрывается группа Вот такой вот рок-н-ролл Я помню, как ты подошёл ко мне с этим Я, ты о чём, а ты? Я хочу их взорвать А как? Я их взорву Поверь мне, это будет круто Вот так Хорошо А вот тело Какой звук? Отлично Грим было делать прикольно Я знаю, Говард увеличил ему немного голову, потом сверху надел парик И получился такой мистер зло Да, жутковато Мы сделали фотографии с ним, где он в парике, где он в линзах Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Квентин не хотел надевать линзы, это довольно больно Такая больно У него самые чёрные глаза на свете А так он похож на мертвеца В этом гриме он совсем другой Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Этот грим придумал ты Ты пришёл к нам с идеями, как изменить его внешность Он так гордился тем, что он большой Мы как бы увеличили его самого И получился злохим Контактные линзы неудобны У него слезились глаза Они так слезились, что смывало линзы Ему было очень неприятно Многие люди их не выносят Не знаю, кто любит ходить в линзах Да, у нас было 20 разных наборов линз Которые мы надевали разным людям Разным героям фильма Круто, я заметил Подбородок немного больше Как у Квентина Это череп вампира Квентина Отлично вышло Я про то, как Том пнул череп Квентина Там будет такой звук, объемный Он проходит по всему помещению Из громкоговорителей задних каналов Здорово смотреть кино с таким звуком Слышишь, как летучие мыши летят над тобой Точно ты находишься в фильме Получается такой эффект А это мы взяли у Питера Джексона Да, в сценарии парень нападает на Джулиет Но я хотел, чтобы он был без ноги Для пущего эффекта Нужен был парень с проблемой Фореста Гампа Нашли актеру, у которого вообще не было ног И мы его сняли в эпизоде Приделали ему одну ногу Которая потом отлетала Да, ботинок По-моему, это была левая нога Верно Да-да Да-да, и ботинок Вышло отлично, он карабкается А сзади его тащит Это Тим Дэвисон, брат Стива Тим Дэвисон тут с Квентином Да, эти два брата такие молодцы Подожгли друг друга Стив поджег всех вампиров А Тим такой Зачем это все? Уйдите от меня, отстаньте Им нравится Да, отлично Тим был рейсером И разбил себе голову Да, было дело У меня есть отличный кадр, где у него голова в пасти крокодила Да по плечи в крокодиле Том молодец, у него столько энергии, он так старается все время Не спорит ни с кем Когда ему сделали эти уши, Джордж Клуни попросил такие же Он репетировал с ними, показывал, как будет стрелять Это был такой экшен А Тома досталось многим Он очень этим увлекся Для Тома самое страшное – это гель Он ненавидит быть липким Липким, да Он сказал, что для него это просто кошмар, когда он чувствует гель в сгибе колен и локтей Это было в сцене Да-да, я был под ним Прыскаешь все это, а он такой Черт, спасибо Говорил, только не попади в голову Не в лицо Да, я вижу, ты прыснул на него столько геля Было забавно Ты сказал, будет не липко Очень липко Мне нравится ее реакция, когда она поворачивает голову Да Так мило Она сделала даже больше, чем написано в сценарии Добавило в этой сцене детское выражение лица А вот речь Фреда про Вьетнам Его остановил Том, герой Том Я подумал, надо сделать какой-то грим, чтобы показать, как изменится Том, когда он нападает на Фреда У нас на этот счет было несколько идей То, как он меняется, при этом он пытается это скрыть Было здорово делать из Тома вампира, как он в него превращается Да Это было интересно Кстати, вот тот самый момент, когда он отходит и понимает, что у него проблемы Да, да, да Его зубы постоянно менялись Тома гримировали чаще, чем остальных Взять хотя бы его накладные пальцы Да, нужно было все это скомпоновать, чтобы смотрелось на экране По-моему, сначала мы его сняли таким Потом он все время менялся И его пальцы на руках периодически видоизменялись Мы много работали над его образом Я фактически... А вот его изменения Был кадр, где он прячет руки за спину Тогда мы решили сделать накладные пальцы Да, да, да Решили, что пальцы будут расти у него за спиной А в этот момент пустить звуковой эффект, чтобы подчеркнуть это Как его кости меняются и хрустят И еще кое-что насчет кадров, которые ты видел, где применялась жидкость Звуковые эффекты в фильме сыграли существенную роль Мы слышим, как хрустят кости Другие сложные звуки, которые применяются в фильмах Ну, такие, знаешь... Да, да, да И создается впечатление, что кости видоизменяются Смещаются Очень правдоподобный звук и довольно резкий Да, он показывает, как видоизменяются люди Вот первый раз изменяется палец Тома Вот здесь Или первый зуб Те же зубы были у Кэти Да У нас был целый набор накладных зубов Настоящих зубов было мало Для всех вампиров, девушек-вампиров У нас были такие клыки, которые выступали Помимо этого, еще контактные линзы Да Убей их всех Так, сейчас Том начинает слышать голоса Он начинает понимать, что он становится вампиром И пытается это скрыть Мне нравится, как герой Тома меняется Вначале он так борется с вампирами Сценарий написан Что Том всех покусал Я представил, как он нависает над всеми Кой злодей настоящий Он был лучшим вампиром среди той группы Вот он нащупал клык языком Трогает его и потом видит свои пальцы Том очень смешной В комедии Вот у него растут пальцы Меняется голова Слышно, как хрустят кости А как он пытается стоять ровно Делать вид, что ничего не происходит с его телом Молодец Все укусы были сделаны так Актеры брали в рот искусственную кровь И когда они кусали, они ее... Выплевывали Выпускали изо рта Это можно потом увидеть Кажется, что там много-много крови Да Когда она кусает Харви за руку Отличный момент Это была идея Тома Он сказал, может, я подкрадусь к нему сзади Пальцы изображают паука Это Том придумал Да, и еще издает такой звук Жуки Кошмар Как тебе папа в гриме? Ну, он всегда так выглядит По утрам Периодически накладные пальцы Например, вот здесь Сгибаются Да Я такой... Да, да Такие пальцы Да, ужасно Как он перекинул Джорджа Он такой здоровый Посмотри на его лицо Он даже щеки надул С Джулиетт было куда проще Я не дал ему бить Джулиетт Это был трюк Вот Джордж, другое дело Он правда вырубил Джорджа Я хотел сказать Джордж, это было отлично Так среагировал А он ударил меня Я думал, он мальчика тоже ударил Это грим Фреда Уильямсона Отличный Нам, правда, очень понравился дизайн Отличный Его придумал Норман Квентин сказал, что он Стал вампиром за две секунды Королем Ады Говорит им Летите вперед Да, летучие мыши полетели отовсюду Хороший эффект Да, видеоэффект А сейчас Король летучих мышей И тут тоже звук Будто давит огромного вампира У него другая голова Не такая, как у мышей-вампиров Моменты, когда летят мыши Сделаны на компьютере Они некрасивые Поэтому мы решили снять Обнаженный локоть Это лучше, чем огромные Летящие страшилища Это очень хороший пример Звукового эффекта Когда летят мыши И ты слышишь Да, разные звуки Да Перед тем, как трансформироваться Они так делают Такие странные звуки Издают Вот как мы отсняли этот эпизод Сделали его позже Пришлось потом делать вставки Потому что сканировать Весь материал в компьютер Было бы довольно дорого Поэтому сняли отдельно Не на компьютере А вот так На самом деле у нас было Вот они Это было... Сколько? Ну это монтаж На самом деле их было всего девять Нет, их было двенадцать Да, я думаю Их было как раз девять У остальных была только голова Вон они Шорты Ну да Некоторые стояли на фоне синего экрана Их размножили Но если присмотреться Их мало Да Там стоят одни и те же Да, да, да Те же лица У нас было четверо парней В разных костюмах Майкл Маккей был в седьмом костюме Он лежал Когда ему оторвали руку Потом Уолтер падает на Джоша У всех этих ребят был подходящий размер Как раз для этих костюмов Дело в том, что нам не пришлось их расшивать Как обычно Когда работаешь с мускулистыми парнями Потому что костюм на них не сидит А трещит по швам Поэтому мы наняли очень худых актеров Специфического телосложения И я думаю Некоторые из этих ребят Настоящие вампиры Такие Правдоподобные демоны Чёртовы вампиры Дерьмо, я убью вас всех до одного Вообще мы их наняли потому Что у них были подходящие тела Да, двигаются как монстры Когда нанимаешь актеров Заранее знаешь, для какой они роли Эти должны были войти сюда Они не просто стоят в сторонке У них роль Своя поставленная сверхзадача Это другое дело Весь этот эпизод Они изображали толпу, будто их много Заполняли этот проход Так он казался длиннее, чем на самом деле Всё выглядело так, будто у нас не несколько монстров, а целое полчища Очень хорошо Потрясающе А всего-то 8-9 монстров в этом проходе Да Но нам удалось сделать из них толпу Были ещё использованы куклы Верно-верно Пара кукол в некоторых кадрах Там, где сцена с крестом, и они подкрадываются Там есть куклы, выглядит так, будто много монстров Но это не так Мы сняли их на фоне голубого экрана, потом применили элементы Вообще-то, это первое Да, а вот здесь мы специально зажгли факелы, чтобы осветить ими При этом освещение совсем другое Вот здесь, когда они отступают По-моему, при съёмках последней схватки, если вспомнить Мы вышли на улицу Да, было Мы всё сняли, потом вернулись, сняли Ещё два дня Снимали эпизоды, где вампиры взрываются Да, мы работали плотным графиком, у нас не было лишнего дня для съёмок И вот так мы проверяли, как работает твоя крыса, как она будет двигаться Это было интересное превращение, отличный момент в фильме Хорошо, что мы это сделали, самое классное В этом большая разница Всё кажется таким одинаковым Многие спрашивали, а почему Савини превратился в крысу? Ну, потому что она другая А эта летучая мышь нападает на Харви Мы пытались сделать разных монстров Мы не хотели, чтобы было скучно Спецэффекты должны смотреться Чтобы люди потом не сказали Ну вот опять одно и то же Да Страшный момент Перевёрнутая мышь Изначально эта крыса появилась на складе Как дополнительный спецэффект Но мы её применили Может, как раз тогда нам пришла эта идея в голову Потому что у нас не было подходящего костюма И ещё мы применили кнут Да А это уже Савини придумал Для своего героя Он сказал, может мне взять кнут? Должно получиться неплохо Было здорово Сейчас он оторвёт ему голову Мотор! Кнёт её, как футбольный мяч Вампиры очень возмущались Поэтому я снял только пару кадров Вот несколько кадров с видоизменением У нас было чучело Савини и... Как вылезает голова? Да, вот лезет голова Было несколько съёмок Это механическая голова А потом мы всё скомпоновали Вот так поднимается крыса Да, поднимается с помощью людей, которые стоят в стороне Вот они двигают крысу Смотрят на монитор Что в итоге получается? Да, я координировал все движения Голова крысы управлялась отдельно Пальцы двигались другим оператором Знаешь, получился отличный эпизод, когда она полностью появилась И это не кто-то в костюме, а настоящая тварь Это характерно для старой школы Давай, говори, Грег Мы добавили здесь много геля Скользкого Намазали её им Потому что изначально она была похожа на большую волосатую собаку Это точно напоминало собаку Вот момент, когда она взрывается Кричит, точно говорит, что я больше не нужна Сгорела такая дорогая вещь Она дорого стоила Очень Кукла за 40 тысяч долларов Чёрт И мы её сожгли 40 тысяч долларов за секунду Да Но это дешевле, чем если бы это сыграл актёр Так что... О, актёр стоит недёжево Да, да, да Пришёл и ушёл, а... Жила всего лишь несколько минут и умерла А вот Фред, отличный парень С ним работал белиссимо Харви проткнул его тело оружием Я решил, что это будет автомат В тот момент подбежал монстр, которого он убьёт Из этого автомата Харви его перезарядил И потом продолжил стрелять прямо через Фреда Получился отличный эпизод Каждый раз он его поворачивал и стрелял через него Каждый раз, когда он стрелял, я снимал ближе с затемнением Вот ещё одна тающая голова Ещё одна упала Да, мы дали название таким вещам Был такой японский анимационный фильм Это был первый фильм, когда кто-то так таял Парень растаял и потом исчез Харви даже начал ревновать Сказал, сделайте меня тоже ужасным Ну, в общем, ему сделали рога Чтобы он был похож на дьявола Его скулы стали выдаваться Получилось классно Вот он кусает В случае с ним грим было делать очень интересно Мы сделали быстрое превращение Отличный эпизод Тут снова кровь Похоже, что кто-то Сделал ещё и мою работу Вот он повернулся Жуткая картина Открывает рот Половины головы нет Это искусственная голова Вот она взрывается Мы всё взрываем И головы нет Она такая, раз и нет Подождите Отлично Похоже, парень любит ужасов Его убили на восходе Фактически в самом конце Ему пришлось лишь откинуть голову И поорать немного А вот этот парень над ним Плюет кровью А он орёт, его кусали Кусали, наверное, раз 16 в секунду Вот когда он уже совсем измучился Эрни на самом деле лет 16 Он такой полный принёк С ним был забавный момент Он умирал И из его рта шла кровь Когда его укусили пару раз У него уже вся кровь закончилась Точно И когда он разлетелся Мы подумали О боже Был большой взрыв У нас было чучело Эрни Да, это чучело Эрни Чучело и ещё пара чучел А вот падает слизь Вот сейчас Мне так нравится Отличный выстрел Отличный выстрел Я навёл камеру на неё Это третья схватка Для этого эпизода нам понадобилось много актёров Мы просили девочек Когда наступает рассвет, мы привлекли всех, кого могли Да, я помню Эти ребята всё время были нужны Куда ни посмотри, везде они Повсюду Такое ощущение, что их много Мне нравится снимать снизу Это здорово Я быстро двигаюсь Я снял так несколько сцен Использовал такую доску Она похожа на скейтборд Я на спине, камера на плече Я отталкиваюсь ногами И могу отъехать быстро и далеко Так можно снимать, очень удобно Как видно, это не ограничивает Моих возможностей Солнечные лучи Трудно сделать, чтобы свет так смотрелся Вот тела взрываются Чучело ставит позы, а потом взрывают Думаю, всё было сделано чётко И Белиссимо обмотал их проволокой, чтобы они стояли Вот единственный вампир, который выбежал на сцену А потом он... Раз! Какой взрыв? А вот ещё один Убегает, а потом взрыв Классно Первый день съёмок в баре Был взрыв, и фасад сгорел Удачный день! Потом посмотришь на видео Последнее, что я помню, я проиграл Всё своё состояние, чёрт возьми Кошмар И больше ничего не помню Боже Мотор! Давай Снято, снято, всё-всё-всё Всё, всё, снято Всем спасибо Перерыв От заката до рассвета Это вся съёмочная группа По-моему, меня тут нет Ты пропустил это Тут никого из группы по спецэффектам, потому что мы готовили материал с мышами Вот так я видел конец съёмок На этом заканчивается... Фильм про съёмки Этого нет в самом фильме Я забыл вставить Пришлось бы менять расписание На этом всё Это всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-вс Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова